Этот малыш попал в передрягу. Хорошо, что мимо шел неравнодушный парень по имени Эдик. Молодой человек только что закончил работу в продуктовом супермаркете и направлялся домой. В этот момент среди отходов на магазинной помойке ему бросилась в глаза обувная коробка, которую кто-то оставил около баков. Ну коробка и коробка, мало ли таких на мусорке, тем более возле общественных заведений. Но что-то внутри подсказывало парню, открой, посмотри, не пройди мимо, и он не прошел, подняв с земли находку, он открыл ее, и едва не выпустил. Внутри лежало вот это чудо. Лежало, потому что не имело сил сидеть. Крошечный щенок имел раны на головке и глазу, к тому же стояла жара 37 градусов, а в коробке, конечно же, не было и следов воды или еды. Эдик пожалел малютку и связался с службой спасения животных, попросив о помощи. Навстречу выехал основатель группы и главный зоозащитник Павел, который передал собачку ветеринару. Я не знаю, когда щенок ел в последний раз, рассказывает он. Но его состояние было тяжелым. Анемия, судороги, плюс эти раны. В общем, мы стали срочно оказывать ему медпомощь и положили пациента на операцию, пока не началось заражение или не произошел разрыв глазной оболочки. У него еще даже не выросли зубки. В этом возрасте детеныши обязаны быть со своей матерью. Павел предполагает, что щенок мог получить ранение от своих сородичей, находясь в общей клетке у заводчика. И что последний, не желая возиться с калекой, отнес его на ближайшую свалку отходов. Конечно, могут быть и другие варианты развития событий, когда малыша взяли в семью, а потом не уследили, и щенок подвергся травмам. Я не знал, переживет ли малыш операцию, ведь он был так слаб и весил всего 450 грамм, продолжает рассказ Павел. Но он оказался молодцом. Собачку назвали гордым именем Альберт. Эдик не только опекал найденыша в первую ночь, но и забрал его к себе домой после операции. Несколько дней молодой человек кормил щеночка из шприца, ухаживал за ним и выгревал в коробке. Мы желаем самых счастливых дней этому крошке. Пусть его больше никто и никогда не обижает.